Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. У нас тема на канале совершенно разнообразная для того, чтобы не перегружать мозг. То мы погрустили во время психологических тем, потом перешли к астрологии занимательной, которая больше даже вызывает интерес у людей, которые не хотят глубоко копаться, а хотят получить быстрый ответ из первых рук, что их ожидает в той или иной момент. И вот сегодня я затеяла видео, серию, которая будет рассказывать о том, что вас ожидает в лице тёщи или свекрови соразмерно обстоятельствам, если она относится к тому или иному знаку. Я объединила наших тёщ и свекровей по стихиям, поэтому будут выходить короткие видео касаемо каждой стихии. А если вам будет необходимо более глубоко, эту информацию можно будет найти в папке «Гороскопы астрологии. Гороскопы на 2023 год». Это я вам определяю плейлисты, в которые стекаться будет эта информация. Но прежде чем я буду об этом говорить, невероятные слова благодарности всем, кто поддерживает канал. Вы моя верная опора. Вот уже целый год я обращаюсь к вам и бываю слышно. Поэтому в данном случае слова благодарности прилагаются автоматически. Каждый день прошу Господа Бога, чтобы добрым людям воздалось по заслугам за их доброту. Так что счастье, любовь, успех, надеюсь, не пройдут мимо вас. А сейчас я перехожу к теме того разговора, на который собрались. Итак, будь то, собственно говоря, теща, будь то свекровь, а это очень важно, если она относится к знаку Овна. Вы еще с ней не преломили ни одного кусочка хлеба, не прожили ни одного дня. Вы вообще не знаете, что вас ждет. Давайте я вам кое-что подскажу, чтобы вам стало понятнее на всякий случай. В жизни ведь все пригодится. Если, дорогие мои друзья, перед вами классический Овен, могу вам только посочувствовать, потому что перед вами не только человек, которого же, конечно, надо уважать, прислушиваться к мнению которого, если там благополучный экземпляр, потому что этот человек накапливает опыт, имеет что рассказать. Правда, вот форма, в которой это делается, это исключительно неприятно ни для невестки, ни для зятя, если это теща, потому что здесь не остается никакого компромисса. Все подается, и там есть, и суть вещей, и прочее, но такое отвратительное для слуха форме, что слушать категорически не хочется. Я сказала, значит, рубашки ему крахмалить не нужно, потому что у него раздражение потом идет по шее. И вот эти вот пылесосы новомодние, нечего там кривляться, потому что всегда взял веник, хорошо подмел, потом провел влажную уборку, и ты точно уверен, что воздух в доме чистый, и я так делала, и по-другому делать нельзя. Вроде ничего обидного не сказано, но подача – это что-то. Обычно у людей подобные выступления сразу вызывают чувство отторжения, те же или свекровь теряют человеческий облик, и уже где-то маячит драконья физиономия, которую по возможности желательно пореже видеть, и уж тем более пореже слышать. А ведь человек тоже может быть с добром. У него просто такое добро, скажем, с кулаками. Пока, как говорится, фингалов не набьет под глазами, считает, что недостаточно было убедительно. Поэтому это считается отвратительными персонами. Конечно, мы все растем, и все можем меняться. И овен в лице тещи или свекрови, который уже жизнь помутызила как следует, может уже сделал определенные выводы, и эту манеру своей подачи как бы использует редко. Но мамаша умная, принимая новую персону в свою семью, будь то зятя или вот невестку, считает своим долгом срочно взяться за обучение персоналовну прибывшего, чтобы устой жизни, которые были привычны для нее, для ее чада, которая обзавелась новым партнером, как бы не нарушались, и только ее слово здесь верное. Поэтому, если невестка продолжает настаивать на своем и устраивает свою жизнь по своему образу и подобию, и никоим образом не прислушивается к командирскому тону свекрови в лице овна, между ними неизбежно может возникнуть конфликт. К сожалению, отношения невестка, свекровь, зять, теща зачастую отягчают новые семейства, поскольку у молодоженов появляется причина ссориться между собой из-за того, что кто-то не оказал уважения к старшим, ты не так разговаривала с моей мамой, ты недостаточно прогнулась. Иногда невестка вообще запрещает своему супругу встречаться со своей мамашей, потому что подозревает ее в том, что, собственно говоря, оттуда идет источник ее постоянных неприятностей, то, что называется, его там накручивает, и, соответственно, потом, когда сынок попадает к матери поближе, она всячески старается настроить его против жены, потому что ей обидно, горько, конфликт назревал, как бы он выглядит, как чири, постоянно мучает и никак не разорвется, и, конечно же, молодая семья стоит под величайшей угрозой. Могу вам сказать, что если старшее поколение не с добром начинает вмешиваться в судьбу молодой семьи, а для того, чтобы себя потешить и построить их жизнь под своему образу и подобие, такое испытание проходит далеко не все, я имею в виду молодые семьи. Все начинает рушиться, как карточный домик, и почему-то это иногда вызывает у старшего поколения даже некоторую злорадную такую ситуацию, но вот, она была не ко двору, сразу было видно, что оно чертишой морда в саже, а он не рассмотрел, а вот теперь ему видно все. Разрушать чужие семьи только потому, что вам кто-то не нравится, не есть хорошо. Люди сами должны разобраться, насколько они друг другу подходят и решить свои проблемы самостоятельно. У вас попросят совет, а вы его выдадите, но навязывать, курировать, бегать, командовать, как это иной раз свойственно овнам, это категорически запрещено. Так что тут есть о чем поразмышлять, каждой стороне, но в принципе это достаточно серьезное дополнение к вашей новой семейной жизни, если ваша теща или свекровь принадлежит знаку овна. Итак, мы поняли, что просто не будет. Но как же урегулировать все отношения или не вызывать сразу бурю отрицательных эмоций, которые потом, как ржа железа, будут разрушать именно молодую семью, потому что будет постоянно нашептывание в уши, но повторяться не буду. К сожалению, здесь купировать чем-либо, ответной агрессией, жестким отстаиваемым собственного мнения или идите, мама, не лезьте, куда вам не надо, это все, это взрывные макаронные фабрики, атомная бомба, которая приземлила ваш сад, но как хотите воспринимайте, то есть отпор и негодование тещи или сикрови будет невероятных размеров. Здесь надо быть просто мудрее. В один из моментов, когда можно продемонстрировать, что вы совершенно безупречно на глазах у тещи или сикрови выполняете ее распоряжение, то есть сказано подметать венчиком, протирать тряпочкой, вот сикровь зашла, а вы вот этим и заняты. А что ж ты не взяла пылесос, скажет сикровь, ты ж, наверное, устала, ну что вы, мама, вы же мне сказали, что так правильно, я теперь всегда только так и делаю. Все. Враг нейтрализован, упакован в сладкую обертку, и потом, когда он будет вспоминать эту прелестную историю, ему будет казаться, что сыну исключительно повезло, елки-маталки, да какая послушная, да какая разумная, да против меня ни одного слова. Да, это может быть игра, фальшивое изображение того, что, как говорится, от вас требует, но поверьте мне, это ложь по спасению. И многие говорят, что лгать никогда нельзя, но если вы хотите подвергнуть свою семейную жизнь дополнительным трудностям, можете и дальше бодаться со своей свекровью, у нее лоб твердый, видите, ее тотемное животное, баран, вообще отличается крепким черепом, и что касается бодаться, единожды начала, она это делает успешно годами. Но только понравится ли это вашему супругу, и как там будет все это выглядеть, это тоже исключительно, ну, в общем-то, тревожный момент, что там говорить, вы представляете, что это будет. Ну, а если у нас теща Овин, и зятю не стоит устраивать резкие отпоры, какие-то там, значит, скандалы, или обрезать на полусловие. К ней надо проявлять уважение, почтение, да, мама, конечно, мама. И при умный зять всегда такое тещу вернет. Вы знаете, мама, вот вы мне тогда посоветовали, а я взял и сделал, как вы сказали. Удивительным образом ситуация разрешилась, и была в мою пользу. Вы даете всегда дельные советы. Все, а что теще надо? Глаз заблестел, слеза скупая покатилась по щите, и зять оказался не таким же и подонком, каким казался ранее. Правильно? Надо быть мудрее, дорогие мои друзья. Лобовые атаки, они прекрасные. В нужном месте, в нужный час. В остальное время надо жить стратегически, гармонически, и учитывать особенности людей, с которыми имеете дело. И еще, как бы вы не пытались замаскировать, там может быть нелюбовь к своей тещи или сикрови, и уже, можно сказать, купировали острые углы, но за вами все равно очень зорко наблюдать. Дело в том, что умные по своей структуре энергичны и трудолюбивы. Во всяком случае, даже если они сами не проявили никакого особого трудолюбия, за тем, как трудитесь вы, они наблюдают достаточно зорко. Они любят тех невесток, которые хлопочут по хозяйству, успевают везде, там подмела, там сложила, там цветы посадила, там уже огород поливает. Ну, в общем, сновет, как пчелка. Да, для невестки это нагрузочно. Она ведь не обещала, что она переделает всю работу, как золушка, поспит полчаса и опять бросится перебирать горох и чечевицу. Но, тем не менее, энергичных девочек, которые и кулинарят, и к чему-то стремятся, и во всем участвуют, и стирают, убирают, и мужа на работу как следует собирают, и завтрак на столе, даже овну, как говорится, всей крови не придет на ум журить, потому что количество выполненной работы, как раз в том духе, в котором поднимает овен. Да, это действительно трудолюбиво, сыну повезло. И многое будет этой невестке прощаться, и, в общем-то, ей это нравится. Особенно, если невестка помогает по кухне, там, например, мама, вы приготовили прекрасный обед, а я перемою всю посуду, а вы отдохните, посидите секунду. Все это мудрость житейская, дорогие мои друзья. Я специально обратила на эти тонкие моменты ваше внимание, и вам не раз придется столкнуться со своей, собственно говоря, но приобретенной второй мамой, которая может оказаться далеко не подарком. Ну, а если это взять для тещи, то, конечно, все ударные, так сказать, моменты по поводу «Мама, у вас что-то забор покосился, давайте-ка я вам помогу, скажем так». Или там «Мам, давайте я смотаюсь в магазинчик, вот, и, пожалуйста, никогда не называйте тещей тещей в глаза». И по закону мудрому, житейскому и божественному, когда вы берете в жены свою супругу, вы берете вместе с нею и новую семью. А в семье принято маму называть мамой, а папу – папой. А то как начать, тесте, иди сюда. У кого-то это на морозе пройдет, а кому-то будет обидно. Он для вас теперь папа, точно так же для вашей жены, вашей родителей, тоже мамы и папы. Теща звучит достаточно глумливо, и, как говорится, дальше уже просится достаточно грубая песенка на этот счет «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то сломаю палисадник, то кого-то покажу». А это, как говорится, и есть та трагическая история, когда отношения тещи и зять категорически не складываются. А ведь я вам могу сразу сказать ответ. На первоначале каждая мама, дочке которой выдают замуж, верит, что она сделала там хороший выбор, что она будет счастлива и прочее. И не вцепляется зятью сразу в волосы. Причина испорченных взаимоотношений частично, а можно сказать и в большей степени, лежит на самом взятии. Если он хам трамвайный, если он обижает дочку, если ее держит в черном теле, доброго слова не говорит, а еще, не дай бог, руку поднимает, теща неизбежно становится самым ярым врагом, который ненавидеть начинает собственного взятия за испорченную жизнь собственного ребенка. Вот вам и ответы на все вопросы. Теща, лиси и кровь в лице льва. Ну, дорогие мои друзья, это тоже подарочек еще тот, но здесь трансформация ощущения, насколько вы подходите дорогому чаду, который вы избрали в второй половинке, здесь пойдет по вашей родословной, скорее всего. Может быть, вам в лоб и не скажут, но прежде всего, когда выращивается ребенок, который становится вашей парой, будь то вашей женой или для девочки муж, это всегда воспитывается в некотором аристократизме. Каждый лев считает, что он, даже если он не очень удался, но внутри себя он же сверкает, он в золотых латах, и на голове все непременно корона, и поэтому королевский образ жизни, королевские манеры, королевское происхождение, это то, что льва заботит, как ничто другое, хочет он того или нет. Очень важно льву вращаться в соответствующем круге, для того, чтобы там были уважаемые люди, и чем ярче светит солнце, тем лучше льву, потому что знакомство с энными людьми, которые котируются, имеют власть, имеют деньги, имеют возможности, для них это своего рода как приобщиться к этому кругу. Поэтому некоторый их снобизм, завышенная аристократическая планка и какие-то потуги на особую голубую кровь и белую кость у льва может присутствовать. Не у королевского, но что есть, то есть. Бывают они весьма заносчивые, возносят себя над людьми, как будто они смотрят на них с какого-то пьедестала, там сказать, а вы тут не ползайте, тень не бросайте на нашу мраморную, так сказать, тумбу, а то на ней же как бы пятна появятся, если будете мацать своими грязными плебейскими ручонками. И такое бывает тоже, дорогие мои друзья, потому что мы всегда как бы в котовке при рождении, когда нам природа определяет наши достоинства и недостатки, поверьте мне, там насыпано и того, и другого предостаточное количество. Человека иногда хорошего не замечает и развивается он в характере только то, что ему быстро и легко идет в руку. Вот этот снобизм, пристрастие к медным трубам, постоянным фанфарам, восхвалениям и прочее, к сожалению, туда может занести, причем это очень легко. А кто его знает, какая у вас теща листья кровь в данном случае, и насколько ее мозг отравлен вот этим снобизмом и возвеличиванием себя. Мы, сынок, с тобой, говорит такая обычная мамаша, белая кровь. Нам что попало там из деревни какая-то рукодельница, не нужна. Она говорит, нам по крови не подходит. Вот мы будем искать себе пару в военных кругах. Ну вот сын не послушался, привел в дом невестку, к примеру, да. И вот мамаша уже должна лицезреть то, что ей уже подсунули. Конечно, как правило, с первого раза могу вам сказать, даже при знакомстве мамы-львы, выбором сына, как правило, всегда недовольны. И для потенциальной невесты бывают очень оскорбительные вопросы. А кто ваши родители по профессии, чем они занимаются, вот, а знакомы ли они с кем-то и кем-то знаменитыми, например, в этом городе и так далее. Такое ощущение, что ты невольно начинаешь чувствовать эко-осуждение, что оказывается, у тебя родители простых профессий, как говорится, и, может быть, недоросли до какого-то уровня, и ты невольно уже идешь в оборону, потому что чувствуешь, тебе еще не нахамили, фамилия, но как бы обострили ситуацию, тебе уже начинает жалко быть своих родителей, и ты уже заведомо не расположен к этой женщине, впрочем, и она тоже не очень-то на вас расположена. Впрочем, проверку взятия проводится по тому же сценарию. Ну, это если мама наменит себя аристократкой, живет в городе и так далее, и тому подобное. В сельской местности, может поверять, будут на трудоспособие и прочее, но в любом случае, сразу контакта, как правило, не налаживается между будущей женой сынка, потому что в данном случае львы всегда насторожены к пришельцам, которые стремятся попасть в их дом. Я уж не знаю, что должно произойти, какое, так сказать, слияние между вновь прибывшей, например, невесткой и свекровью, чтобы между ними пролегла ровная дорога, и они не отвергали само присутствие друг друга, так сказать, и стремились друг друга видеть как можно чаще. Как правило, львы всегда отстраненно себя ведут и требуют невероятного почтения по отношению к себе, особенно те, которые страдают вот этим вирусом повышенного снобизма. Эту свекровь мамой не назовешь. И она предпочтет, чтобы ее звали Мавра Львовна, так как к ней обращаются люди посторонние, скажем так, с доопочтением и уважением. А вот эта понебратская мама, а еще не менее понебратская ты, это режет слух львицы, поэтому к ней желательно по имени-отчеству и на вы. на протяжении всей жизни, для того, чтобы она себя чувствовала уважаемой, почитаемой, и для нее это исключительно важно. А вы мотаете на уст, дорогие мои. Взятью тоже кое-что надо знать о своей тещи-львице, если он явно попадает в среду профессорскую, аристократическую, научную, или в среду, где это высоко ставится, и все себя считают таковыми. Итак, только имя-отчество и на вы. Нравится вам это, дорогие друзья, или нет? Бывает, что сама львица может вам предложить называть имя-имене-отчество мамой, но это можете себе тогда поставить, как говорится, памятник за долготерпение и мудрость, и повесить свою медаль за отвагу, потому что вы все-таки достучались до ее сердца, она его смягчила, она вас приняла в это сердце, и, соответственно, теперь она может вполне быть для вас и мамой. Вы прошли период жестких испытаний, поэтому в данном случае, как говорится, вы великий молодец, если львица сама пожелала, чтобы ее называли вместо имени-отчества этим нежным и заботливым словом «мама». Вообще могу сказать, что если вы имеете дело с тещей или сикровью знака огня, то рекомендовано все-таки собственное гнездо ввить отдельно, и даже если вам тяжело по разным обстоятельствам финансово, и вас бы устроило, что здесь ваши жилищные проблемы будут разрешены, по спасению себя, и пока вы сами притираете, чтобы не было длительных осложнений, и постоянного вмешательства тещей и свекровью в виде знака огня, лучше, напоминаю, потянуть эти финансовые трудности, снять квартиру и начинать жизнь отдельно. Иначе жесточайший контроль и неусыпанное око, которое постоянно будет следить за вами в любое время дня и ночи, будет прилагаться к вашей семейной жизни. Может быть, и тещей и свекровью хотели бы быть другими, помягче, может быть, они уже помудрели и не так на вас давлеет, но рано или поздно натуры все равно возьмет вверх, и вы почувствуете, что вы живете не своей жизнью, а так, как вам мама прописала. А это, пардон, уже не ваша жизнь, а жизнь мамы, которую вы будете просто лишний раз поддерживать на половой, и она себя будет чувствовать уважаемой, нужной, ценной, потому что постоянно, как бы, всех учит жить. И делает она это из лучших, конечно, побуждений, больше сохраняя. Она даже оскорбится, если вы ей изволите сказать, что, мама, ты, извини, слишком глубоко проникла в нашу жизнь, это невыносимо. А как могло бы по-другому, все же из лучших побуждений. Передать опыт, внести порядок, погонять лень, которую невестка, может быть, проявляет постоянно, это уже невыносимо. Но тогда это уже мамина жизнь, напоминаю, а не ваша. Поэтому, дорогие мои друзья, если вы прикинули в преддверии ваших праздничных событий, что ваша теща или сикрова относится к знаку огня, присосеживаться на ее территории, это заведомо повесить хомут на шею. Сразу решайте свои, так сказать, коммунальные проблемы. Если вы правильно услышали, правильно обустроили свою жизнь, то есть уйдя на собственное жилое пространство и там заводя собственные правила, это самое лучшее, что можно только придумать. Но ведь без встреч вам все-таки не обойтись. И семейные обеды, семейные встречи или, например, родительский день, который у вас заведен, в семье вам все равно встречаться. Каким образом правильно построить отношения? Конечно, только улыбка на лице, ледяное спокойствие, которое излучает только добродушие по отношению, может быть, нелюбимому, так сказать, существуя в лице тещи или свекрови. Я говорю так сразу, потому что, как правило, так и называется. Если отношения подпорчены, кроме как слова существа, животные и так далее, это вряд ли кто-то будет упоминать. Но, увы, это уже следствие того, что контакт не состоялся. А ведь львицу легко купировать. Вы же знаете прекрасно, что какой бы разговор за общим столом не завелся, как бы вы не пытались сказать, что вы были молодцом в данном случае, вот у вас это получилось, ответом на то, что вы действительно молодец, что вы ждете похвалы, скорее всего, прозвучит, так сказать, следующая тирада. А я вот в свое время и пошло. Вы похвалили себя за то, что вы, например, изучили очень удачный рецепт пельменей в данном случае, и тесто выходит изумительно. Но вместо похвалы в свой адрес, вы тут же услышите, а я вот всегда люблю пельмени и так далее. К сожалению, тенденция усикрови и тещ на все, а я, а вот я самая лучшая, а вот у меня все это безупречное и так далее, может прилагаться автоматически. Вы не должны себя концентрировать на этом яканье. К сожалению, льву всегда надо знать, что он лучше всех, однозначно прекрасен, и здесь у вас в руках появляется то купирующее оружие, которое очень легко в данном случае применить. Мама, вот я послушала вашу совет. Мама, вы знаете, вы меня научили, дали рецепт пельменей, это изумительная история. Вы знаете, ваш рецепт, пожалуй, один из самых лучших, который я только пробовала, теперь буду делать только так. Мама, вы сегодня прекрасно выглядите. Количество комплиментов уменьшает количество столкновений. Да, это как бы фальшиво, вы скажете, нету того, так сказать, добросердечия, искренности и так далее, но, дорогие мои друзья, это сейчас же идет разговор не о том, насколько у вас могут быть добросердечные отношения. Дай Бог вам повезло, и там мудрая львица, которая мимо ушей пропускает ваши косяки, там, где молодо, зелено, и прекрасно понимает, что вы никого, в общем-то, и обидеть не хотели. Но чаще всего все-таки штормит, и люди идут по своей натуре, поэтому купировать эту заносчивую натуру льва можно только комплиментами. Вы самая лучшая, вы самая прозорливая, вы самая замечательная, рядом с вами тепло, любой совет, который вы даете, исключительно полезен и важен, и поверьте мне, львица угомонится и оставит вас в покое. А там на просторах собственной судьбы и собственного жилья вы будете жить так, как считаете нужным. Но попадаясь на глазах своей тещи или свекрой в лице львицы, тактика, мама, вы замечательно, зашли только на порог, как прекрасно вы выглядите, как вам это удается, годы ваши вам никогда не дашь, вы просто божественно прекрасны. И поверьте мне, вы будете входить в самых любимых и замечательных. Конечно, я утрирую и слишком однобоко показываю, но я здесь высветляю эти моменты, которые иногда являются губительными, непроходимыми в отношениях между зятем или тещей или невесткой и свекровью. И если их неправильно заложить изначально, выпутаться из этого бывает достаточно сложно. И тогда вместо помощника вы в лице своей тещи или свекрови получаете изрядного врага, который не пожалеет собственной жизни, впрочем и вашей, для того, чтобы от вас не осталось камня на камне. Так что мотайте на ус. Это все равно тема для размышлений, она же слишком короткая для того, чтобы мы глубоко копали. Но на главное все-таки мы внимание обратили. А у меня последняя отеща или свекровь и знака стрельца и тема огня будет закрыта. Что могу сказать? Стрельчики это самый удобоваримый вариант для отещи или свекрови, потому что они прежде всего в данном случае отталкиваются от счастья собственного чада, который собственно отправляется в самостоятельную жизнь. Они готовы выжидать и дать возможность молодым притереться, определиться, особо не вмешиваются в ситуации, когда с невесткой или с зятем как бы не очень налаживаются отношения. Они всегда руководствуются тем, что лишь бы моему ребенку было хорошо. Но это не значит, что у них по отношению к прибывшим, будь то зятю или невестке, нет никаких претензий по определению. Конечно, у них есть идеал, который бы они хотели рядом видеть со своим любимым сыном, если это невестка, и наоборот, потому что в данном случае они же его любили, они же его растили, они же ему желают самого лучшего. А что с точки зрения лучшего по критериям стрельца? Дело в том, что сам стрелец и стрельчиха в данном случае исключительно активные, заточены на бизнес, на путешествия, на интересную жизнь. Их люди заскорузлые, невысокий разумом, как бы достаточно практичные, может быть, хорошо воспитанные в плане практичных дел, но совершенно с неразвитым мозгом, с которыми нельзя поговорить, нет признаков бизнес-леди, которые для стрельчих особенно как бы ценный экземпляр, особенно для своего дорогого любимого зятя, женщины хватки, публичные, социально яркие, умеющие поговорить, имеющие базу умственную, так сказать, что с ней какую тему не подними, она разумна, прекрасна, ей есть что сказать, она много читает, развивается, не стесняется обучаться, возможно, знает несколько языков, это все плюсы, которые, безусловно, стрелец, как мать, как теща, как свекровь, ставят достаточно высоко, они об этом не говорят, но имеют этот идеал внутри, и чем больше пунктов здесь будущая невестка или будущий зять закрывает, тем качественнее кажутся в глазах прибывшей мамаши, которая все непременно особо не влазит, что замечательно, но все мотает на ус. Вот это ключевое слово не влазит, это одно из самых наивеличайших качеств, потому что, как говорится, стрельчиха умеет терпеть до поры и до времени, конечно, она иной раз видит все косяки, но прибывшей единицы в семью видит, как она ошибается и так далее, но пока не дана команда с сыном, например, что его невестка уже перестает устраивать, стрельчиха будет терпеть и по возможности не вмешиваться в эту ситуацию, никого не поучать, никому себя не навязывать и в принципе просто наблюдать, терпеть, хотя когда огонь терпит, это у него мало получается, нет-нет, да и могут сорваться с языка критические замечания или какие-то моменты, которые, конечно же, слишком за внощевых невесток могут и ущипнуть, но я на месте невесток вместо обиды бы имела в виду, что видно, они в этих отраслях, где уже стрельчиха не стерпела, точно уже накосячили и ведут себя абсолютно неправильно, поэтому здесь надо не в агрессию идти, а уже понимать, что что-то тут не то, надо пересматривать, как вы строите взаимоотношения, может вы грубые, может вы еще там что-то, либо вы слишком раскомандовались, вот, и пытаетесь поломать ее дорогого сына, такое тоже бывает, женщины шлазные, кто-то мягкий, кто-то сильный, и мужчине по характеру не уступит, это там вечная война, каждый пытается загнать друг друга под каблук, а если это наблюдает мама, так ей же больно, и болит ей, прежде всего, конечно, не за невестку, было бы странно, а за сыночка, поэтому, естественно, в этой непримиримой войне она всегда на стороне своего сына, как правило, если уже сын, как говорится, пьет, гуляет и вышел из берегов, тут, конечно, и стрельчиха вряд ли за него заступится, но если в молодой семье по мнению, так сказать, стрельчихи, ведь сын не жалуется, значит, мир да любовь да счастье, точно так же и теща относится к своему зятю, если дочки не жалуются, значит, все как бы благополучно и хорошо, она будет терпеть семью со всеми ее нюансами молодую, пока она живет и существует, правда, всегда будет наблюдать за невесткой со стороны, насколько она развивается, насколько она обучается, насколько она повышает свою квалификацию, насколько она стремится выразиться в карьере, если это, собственно говоря, у нее удается, предмет гордости даже есть у свекрови или тещи, что их зять или их невестка, в принципе, люди с головой умеют зарабатывать, а это очень и очень важно. Но есть нюансы, которые надо узнать и невестке, и зятю по отношению к своей тече свекрови, да, или как у вас там уж получается, какой конфигурации. Дело в том, что все стрельчихи считают себя молодыми и красивыми, даже если это уже не так, в силу разного возраста. однако могу вам сказать, что они любят блистать, поэтому комплимент по поводу внешности, моложалости, бодрости духа, такого живчика в душе и теле, это самое главное, что делают умные зятья или невестки по отношению к своим, так сказать, но приобретенным мамочкам. Это первое, на что надо обратить внимание. Могу вам сказать, что теща или свекровь желает блистать даже лучше, чем вторая половинка, с которой пришли. То есть невестка не имеет как бы морального права иной раз выглядеть лучше своей свекровью. Доходит до такого. Но любят они быть молодыми, красивыми, интересными, чтобы подчеркивали их особые привлекательные внешние достоинства. Так что это первый момент, который, если правильно использовать в данном случае, может нейтрализовать и тот негатив, который, может, уже поднакопился у нашей стрельчихи в лице тещи или, скажем, там, свекрови. Есть еще один подвох, о котором надо знать. Дело в том, что стрельчиха все-таки себя считает особняком и поскольку это все-таки знак огня, то внутренний пафос, какая-то самость, вот я самая лучшая и так далее, прилагается автоматически. И хотя стрельцы это огонь уже угасающий, так называемый, не такой ярый, как предшественники, а уже, можно сказать, помудревший, тем не менее избавиться совсем от огненных черт и стрельцу достаточно сложно. начинает проявляться внутренняя конкуренция, которая неизбежна в данном случае. Ведь если знак огня самый-самый-самый, а тут появилось что-то, которое оказалось вдруг умнее, рукастее, перспективнее или так далее, это начинает задевать тещу или свекровь. Ведь им не обязательно соревноваться, но зов крови и зов стихии никто не отменял. Поэтому это возникает само собой. Я тебе докажу, что я все равно лучше, что я старше, что я мудрее, что я мои советы самые правильные, мои деяния самые лучшие. И затевается какая-то внутренняя подковерная возня, к сожалению, которой можно было бы, собственно говоря, избежать, но огонь не позволяет. Выглядит это забавное, можно сказать, смешно, но достаточно трагично, если уж разобраться, если вы докатились между собой соревнования между тещей и свекровью, невесткой и свекровью могут выглядеть так, как вот она приготовила наша, например, невестка пирожки, вот пригласила родителей на пирожки, они, конечно, хвалили, отведали, но через три дня свекровь приглашает на пирожки и предлагает свой вариант подобной истории, но без этого ж можно, я специально утрирую факты, чтобы вам было понятно, свекровь не может допустить мысль, что невестка может оказаться в чем-то более способной, чем она, от пирожков до ведения хозяйства, до умения водить машину и так далее, если невестка села за руль, то вдруг неожиданно свекрови придет на ум, что она еще недостаточно так сказать зрелая, чтобы тоже не сесть за руль, бывает вот такая соревновательная история, а ведь купировать ее достаточно легко, это путь же, кстати, никуда, и рано или поздно, когда свекровь может обнаружить, что она недостаточно как бы дотягивает даже до уровня невестки, тогда она превращается во врага, а этого делать не нужно, умная невестка, которую пригласили на пирожки свекровь, скажет, даже если они никудышные, вам, вы знаете, в ваших пирожках как-то даже больше души, они такие вкусные, замечательные, дайте, пожалуйста, рецептик, и тема соревнований снята, если вы как умный человек, я сейчас обращаюсь к невесткам и затем косвенно не ввяжетесь в борьбу, когда вам бросит перчатку, вы же прекрасно понимаете, что вы почувствуете, что какой-то вызов существует, начинается вот эта борьба за пирожки, потом не успела несколько платья, побежала и кровь чего-то себе там накупила и так далее, как будто бы они между собой ведут какую-то там тайную игру или что-то друг друга доказывают, а этого делать не нужно, это надо купировать максимально и как можно быстрее, надо просто спокойно сказать, вы знаете, мама, я вот тут размышляла, вы оказывается так удачно сделали ремонт, что вот мне сейчас тоже там предстоит там кое-что сделать, я пожалуй посмотрю, как вы это сделали, как спланировали, и возьму за правило именно ваш подход, мне он кажется очень правильным и нужно, и все, признана пальма перзиненства, уже не к чему стремиться, все отлично и замечательно, понятное дело, где тут главный, самый мудрый центр вселенной, это конечно стрельчиха в лице тасотющей лисе крови, да, а вы сказали свое дело, а делайте так, как считаете нужным, это наиболее правильный вариант разрешения ситуации не очень ловких, когда у вас теща или свекровь знака огня, лобовая атака это война, которая не имеет ни начала, ни конца, знаки огня в этом войне исключительно искусны и упорны, это неправильный путь, а мудрый подход из-под тишка, да, вы скажите, он лживый, но для кого-то ложь, а для вас спасение ваших отношений, которые вы без дополнительного прессинга в лице разбушевавшейся тещи или свекрови будете строить по своему образу подобию, как считаете нужным, вам же, надеюсь, хватило ума жить самостоятельно отдельно от мамы или свекрови, так сказать, или тещи знака огня, значит, тогда вам уже больше ничего не угрожает, а в те кратковременные моменты, когда вы с ними встретитесь, вы будете самогалантность, приятность во всех отношениях, мама, вы мозг, вы центр, вы вселенная, а все остальное приложится автоматически. ну что ж, я думаю, что вам все равно этот разговор так или иначе был полезен, соль-то мы передали, вот, а остальное на ваше усмотрение, на ваш артистизм, без которого здесь не обойдешься, и, конечно, житейскую мудрость. А с вами была Елена. Субтитры сделал DimaTorzok